Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала, зрители, посетители случайные, коллеги и любители карта.ро и раскладов онлайн. Сегодня у меня для вас очередной новый и очень интересный расклад на тему «Куда идем мы с пятачком?» Шучу. «Куда идем мы в отношениях?» Знаете, очень часто бывает, когда начинаются отношения, которые, знаете, и не собирался начинать, и не собирался ни с кем встречаться, а вот, знаете, куда-то движемся, глядишь, уже и месяц прошел, и три месяца, а там, глядишь, уже год. Куда движемся, непонятно. Вроде расстаться не расстаемся, и просить не можем, и отпустить человека не можем, и не переходим к никаким серьезным действиям дальнейшим. Знаете, не видно ни начала, ни конца, и вообще непонятно, где мы находимся. Поэтому очень интересный такой расклад. Посмотрим текущую ситуацию, вообще, что происходит с сигнификатором. Какие проблемы есть в отношениях, такие, знаете, темные пятна. О чем мы забыли, ну, или вот чего мы, может быть, не замечаем со стороны. Что нужно высказать друг другу. Иногда, да, иногда вот часто очень молчим. Иногда, наверное, стоит поговорить. Открыться. Так, ну, какие возможности у нас есть в этих отношениях, вообще, наш потенциал. Да, и куда мы пойдем все-таки дальше. Будет четыре варианта. Можете загадывать колоду. Можете выбирать просто по номеру. Это будет первый вариант, второй, третий и четвертый вариант. Внизу под видео будет указан тайм-код. Поэтому можете выбирать время, можете просто проматывать. Если смотрите на компьютере, то, конечно, очень удобно просто нажимать на цифру времени, на цифру тайм-кода. Она горит синеньким цветом. И видео автоматически перематывается в нужную позицию. Все, видите, хорошо за нас придумали. Ну что, начнем. Не будем, как я всегда говорю, не будем утяжелять видео, потому что они так долго загружаются. Так долго сохраняются. Так, эти я колоду убираю пока. Третья. Ну что, первый вариант. Первая колода. Золотая колода не фертити. Посмотрим текущую ситуацию. Что на данный момент происходит в ваших отношениях. По первому варианту. Такую. Не то, что, знаете, такая затяжная ситуация. Не вижу ничего плохого. Вижу, что постоянные встречи, причем стабильные встречи сексуального характера, встречаетесь. Ну, если, конечно, еще нет таких серьезных встреч с сексуальным оттенком, то в любом случае стабильные свидания. Причем продолжительные. И, знаете, это может долго продолжаться. Вернее, даже продолжается и будет долго продолжаться. Потому что такое ощущение, что обе стороны устраивают данные встречи. Видите, всадник жезлов, который говорит о действиях, о встречах, конкретно о свиданиях каких-то. И всадник Пентакли. Это говорит о стабильности. О том, что, знаете, такая приземленная карта, что вообще изменений в ближайшее время не будет. Ну, такая, знаете, стабильность... Нет, стабильность-то всегда хорошо. Я ничего против нее не имею. Но это такая стабильность, напоминающая рутину, трясину, болото такое. Вроде бы все хорошо, но вот как-то скучно. Да, действительно, вот, знаете, как спросишь, так тебе карты и скажут. Никуда не движемся. Я сейчас что-то, по-моему, достану, посмотрим, что еще есть. Да, ну, все-таки почему не нравится эта стабильность? Хочется еще вот новенького. Пятерка. Знаете, такое разочарование. Причем я по этой карте всегда говорю, когда человек сам в себе винить. Вот видите, карта здесь тянет на себе этого ягненка, теленка. Чего тянет? Поставил бы, пусть ножками бежал бы сам. Вот у вас сейчас такое ощущение, вот как будто вы тянете на себе эти отношения, причем в эмоциональном плане. Я еще карту эту называю сам виноват. Когда человек сам переживает, сам себя накручивает, не знает, что делать. И вот думает, как же поступить, вроде все от меня зависит, а сделать ничего не могу, не знаю, как дальше двигаться. Вот такая ситуация на сегодняшний момент. Так, какие же и существуют ли реальные проблемы? Ну, это все эмоциональный план, конечно. Существуют же реальные, и существуют ли реальные проблемы в ваших отношениях? Так, ну, башня. Данная колодия, она, конечно, не говорит о разрушении, да, но тут, скорее всего, произошел какой-то скандал. Отношения уже надломлены. Ну, вот кому-то башню снесло, я еще выражаюсь иногда. Да, видимо, устали от этой стабильности, от непонимания, куда движемся. Ну, либо кто-то хочет уйти в новые отношения, либо кто-то хочет начать что-то новое, да, плыть к другим берегам. Вот знаете, как все просто разрушить. Какая у вас проблема в отношениях, да? Вот так вот двигаться вы дальше не можете. Поэтому сейчас нужно действительно все разрушить, сесть в лодку и плыть по... Здесь вот старшая арканная шут нулевой, знаете, с нулевой точки. Не то, что здесь как вот по глупости, да, нет, здесь это обозначает, когда вместе с этой картой... Это как новые отношения с чистого листа, вот просто с нуля. Ну, вот это проблема. Либо вы уже начали это делать. Если вы в ссоре, то просто действительно разрушите все, разровняйте эту площадку, да, под застройку. Начните строить с нуля. Даже если лучше с минус первого этажа, знаете, с глубоким таким устойчивым фундаментом. Вот такая вот проблема существует в ваших отношениях. Хорошо. Чего вы не замечаете, о чем вы забыли? Ну, здесь выпала фигурная карта. А знаете, о чем вы забыли? Ну, здесь конкретно указано даже женщине. Женщина сама забыла о себе на самом деле. Она такое ощущение, что она растворилась в этих отношениях. Сейчас вы находитесь в паузе, потому что действительно устали. Карта, когда нужно отдохнуть перед боем, действительно. Отдохнуть, принять какое-то решение. Такая тоже карта стабильности. Но стабильность, когда человек уходит в паузу. На многих картах еще изображается рыцарь, который лег отдохнуть. А вот эта карта непосредственно означает любви к себе. Причем женской такой любви. Когда женщина понимает и оценивает себя с точки зрения уважения к себе. Переоценка такая происходит по этой карте у мужчин, когда почувствуем, когда они понимают, что действительно не едиными эмоциями жив человек. Нужно все-таки какую-то материальную базу иметь под ногами. Плюс это конкретно уход за собой. По девятке Пентакли проходят женщины, ухоженные, любящие себя. Знающие толпу наслаждений и умеющие наслаждаться жизнью. Поэтому вы знаете, о чем вы забыли. Вы в этих отношениях совершенно забыли о себе. Вам нужно вернуться и стать вот этой вот нежной, ласковой, такой вот женщиной, ухоженной, отдохнувшей. Конечно, когда вы тянете вот этого вот на себе, тянете, тянете вот этого ягненка на себе. Вам действительно не до дамы кубков, вам не до салонов, не до спа-процедуры, не до отпуска на море. Вот об этом вы забыли, о себе забыли. Себя надо полюбить. Так, что нужно сказать друг другу? Что вам нужно высказать друг другу? Звезда. Ой, какая карта замечательная. Звезда, солнце. Ну, здесь он с солнцем, это, знаете, так, наслаждение по дьяволу, секс. О том, что вы восхищаетесь друг другом. О том, что вы любите друг друга. Знаете, может даже где-то и польстить человеку, но это иногда необходимо. Звезда – это именно такая надежда, восхищение, иллюзия. Ты моя звездочка. Вот именно, чтобы человек почувствовал это солнце. О том, что ты мой солнце, ты мое счастье, ты моя любовь. Вот такое ощущение, что не хватает этого всего. Какой-то, да, сплошной застой и разочарование во всем. Причем, ну, здесь дьявол с солнцем – это сексуальная привязка, это секс. Тут уже не буду описывать подробно. Здесь, конечно, какие-то зеленые крокодилы. Но солнцем – это наслаждение действительно друг друга. Хорошо. Какие же у нас все-таки есть возможности? Так, возможности. Здесь проигрываются у меня два варианта, да? Какие возможности? Либо надо сейчас ставить такую позицию, когда вы начнете бороться за свои отношения, да? И у вас будут отличные возможности, стабильные отношения. Причем такие, знаете, вернетесь в прошлое. Вот как все начиналось, называется. И как вы должны бороться за свои отношения, отстаивать. Причем отстаивать свои отношения перед какими-то внешними воздействиями, перед внешним окружением, перед самим собой, ну, перед кем угодно. Это борьба такая с внешними обстоятельствами. Он там с крокодилами сражается. Стать такой женщиной, которая не эмоционирует, да? Не ставит цель и идет напрямую. Либо там жена хозяйка. Нет, нет. По уму. Знаете, вот я Даме Мечей называю женщиной, которая дружит с головой. Она думает и понимает, что реально, что нереально. Это конкретно карта, когда человек добивается своего любыми способами. Вот есть какие у вас есть возможности, да, в этих отношениях. Вот если вы научитесь это делать, потому что здесь валет выпадает как ученик, как добросовестный ученик, который учится всему по жизни. Вот вы вернетесь к тому, что было раньше, причем на новом каком-то уровне. Найдете баланс. По балансу, да, начнется победа и шаг в новые отношения. Но вам тут надо приложить, конечно, всю мудрость, хитрость. Причем, знаете, закрывать на что-то глаза, умалчивать, не договаривать. Шестерочка кубков – хорошая карта. Семейная карта. Также, знаете, воспоминания о начале отношений. Там же дети проходят по этой карте. Но в этой карте это очень чувственная карта. Шестерочка – это как, знаете, уже прошли все эти конфликты по пятерке. Дотянули вы этого ягненка. Наслаждаетесь друг другом. Вот какие у вас возможности. Дотянете вы его или бросите где-нибудь. Или съедите, не знаю. У меня настроение такое хорошее. Вот. И будет победа. Причем по тузу мечей, да, это победа. Видите, птица, какая изображена. Птица всегда символ мудрости. У птицы есть крылья. Птица, она может лететь туда, куда она хочет. Плюс в египетской культуре это символ мудрости. Знаете, тот с птичьей головой. Так вот, это победа, да. Видите, дамы мечей. Мечей – это мудрость, хитрость. Хитрость, вранье даже иногда. Ну, вранье такое, знаете, во благо. Это когда человек прилагает все свои интеллектуальные способности и выходит из любой ситуации победителем. Он добивается того, чего он хочет. Так, давайте теперь посмотрим, куда же мы идем. Куда же мы тут пойдем дальше. Так, ну, я не могу сказать, мне упали карты на пол и перевернулась сила. Старший аркан сила. Он всегда говорит о том, что все в руках женщины. Как женщина решит, простите, так и будет. Ой, я их в колоду положила. Это что ж такое? Как это, не торопитесь вы идти вперед. Куда же мы идем? Король мечей. Сила. Ну что, девочки, новый шанс, новое начало, новая эпоха, новый этап в отношениях. Переходите на другой уровень, по тузу. Даже не буду больше ничего доставать. Если вы здесь попадали, вы становитесь такой мудрой, умной женщиной, которая дружит с головой. Вот, он становится вашей парой, мужчиной. Либо ваш мужчина, король воздушного знака зодиака. И вопрос здесь показывает, как он становится вашей парой. Не вижу здесь брака, но это как переход на новый уровень отношений. Причем, все в ваших руках, как вот этот вот лев, да, она его держит за пасть. За гриву, за пасть, за зубы. Вот, как захотите, так и будет. Причем, по своей, знаете, мудрости, хитрости, нежности и ласки. По силе это женщина, которая с помощью своей нежности, своей сексуальности добивается всего, чего она хочет. Она управляет любым мужчиной. Причем, также безумная сексуальная страсть. Еще есть тузом жезлов. Это вообще гремучая смесь. Отличное у вас будущее. Поэтому смотрите, анализируйте. Возможно, да, нужно что-то разрушить. А финал? Финал мне нравится. Такой вот у нас был первый расклад. Давайте посмотрим, что у нас. Второго варианта. Так, колода. Марсельская Таро. Посмотрим, что у нас происходит на сегодняшний день. Какая у нас там текущая ситуация. Так, ну вы можете быть королевой Пентакли. Может быть, как сигнификатор. Да, здесь конкретно. Так, ну вы, скорее всего, находитесь на расстоянии. Может быть, мужчина ушел в себя. Да, возможно, кстати, вы, или вы здесь проигрываетесь, либо как жена, либо как постоянная девушка, либо как дама земного знака зодиака, такая, знаете, земная, приземленная, твердо стоящая на ногах, верящая в материальный успех. А не какие-то надежды. Знаете, так лучше снится в руках, чем журавль в небе. Мужчина отдалился, мужчина ушел в себя. Между вами сейчас пытаетесь найти какой-то общий язык. Это не ссора, это не расставание, это какая-то, знаете, такая, то ли непонятная игра, то ли друг друга держится на расстоянии, то ли... А, ссора произошла, пятерка. Мечей, да, какая-то была ложь, ссора, человек ушел. Кто же, кто же, кто же... Четверка. Это же не то, что ушел, он прям ушел отдохнуть. Муж, муж, все. Так, второй вариант, девочки, кто выбрал, здесь семейная пара, либо постоянные длительные отношения, человек ушел в себя, была какая-то ссора. Но подшельник, знаете, какое-то глубокое переосмысление действительно того, куда мы с тобой, дорогая, идем. Я спросила, от кого исходила вот эта вот инициатива, у кого там в гороскопе прошелся Сатурн в доме. Любви и отношений, либо врага. Вот от мужчины, от вашего императора. Ну, давайте посмотрим, какие все-таки проблемы существуют в отношениях. Ну, это эмоционального характера на самом деле проблемы. Глупые. Глупая ревность. Так. Ну, может быть, кстати, любовница. Причем ссора была из-за любовницы, ревность, эмоции. Отношения несерьезные по шуту. Какая-то, знаете, такая вот... Либо женщина легкого поведения, либо действительно мужчина к ней относится как к чему-то... Было и было. А, не так уж, там их две было. Не, там это уже серьезнее, я бы сказала. Что-то прям там... Да, дошло даже до такой ситуации, что решил уйти в другую семью. Уйти в другую семью от вас. Сейчас решается, определяется. Такое, знаете, такое ощущение, что одна женщина из прошлого, другая женщина из настоящего. Одна женщина с легким поведением, другая женщина либо семейная, либо хочет с ней создать семью. Сейчас посмотрим. Да, хочет с ней создать семью. Что-то его переприняло совсем. Так, давайте посмотрим, что же мы забыли, да? Почему такая ситуация получилась? В чем причина? О чем мы забыли? Ну, тут конкретно... О чем забыли? О путешествиях, наслаждениях, встречах, романтике. И мужчина-эгоист. Он привык, что все вокруг него, все вокруг него. Девятка кубков – это такое эгоистичное отношение мужчины к жизни. Мужчина наслаждается. Все крутится вокруг него. За ним ухаживают. Ну, весь мир, так вот, если говорить, весь мир кружится вокруг него. И вы с этими кубками вокруг него. Ну, вот, видимо, поэтому и женщины вокруг него столько любят, чтобы все порхали, ухаживали. А вы, видимо, перестали это делать. Да, жрица. Ой, простите, императрица. Вы как жена, вот женой, видимо, ну, расслабились. Да, и сейчас уже переживает очень сильно. Разбитое сердце, удар в спину. Ну, вот такой он, он и сам по себе такой эгоистичный. Знаете, вот он видит только себя. Для него вообще отношения. Вот, теперь он напрямую говорит. Просто, видимо, вы в первом начале отношений прессали вокруг него. Просто перестали это сделать. В итоге, видите, разбитое сердце. Разрыв. Хорошо. Что же нужно высказать друг другу? Никому не учею. Он, видимо, вам уже высказал. Так, прям вот я не знаю, Санта-Барбара. Девочки, есть два варианта. Если ваш мужчина король мечей, да, то, знаете, это он как-то тут вам высказал, что он недоволен, что он уходит, он разочарован, ему здесь всё надоело, он хочет любви, счастья и продолжения банкета. Если ваш мужчина не такой, не мужчина в форме, не мужчина воздушного знака зодиака, не такой, знаете, холодный, эмоциональный, не показывающий какие-то свои эмоции, вы просто так, знаете, заявляете, дорогой, у меня есть другой мужчина, я от тебя ухожу, ты меня разочаровал в любви, в ощущениях, всё ушло в себя, меня здесь ничего не устраивает, у меня любовь. Вот такой вот вариант, понимаете? Либо вы говорите, что у вас есть мужчина, либо это он вам так заявил, так, на то, что нужно высказать. Но вообще вот на вопрос, что вам нужно высказать, вам нужно так вот взять ему и высказать. Так, вам нужно сказать. Да. Вам нужно сказать, что у вас есть другой мужчина. А если нет, значит, свести себе другого мужчину. Вот так карта, говорит, это не я вам советую. Это вот карта конкретная любовного треугольника, либо приятного времяпровождения, такой дружбы с мужчиной, либо очень близкой дружбы. Ну, со всеми вот этими картами, это любовный треугольник. Не просто приятное времяпровождение, а действительно. Сказать ему, да, дорогой, ты можешь, я тоже могу. Вернете, а что же будет? Давайте посмотрим, что же будет после искать этого самого. О! Человек поймет. Это карта баланса. Знаете, шестерка Пентакли, это карта такого взаимовыгодного баланса, либо когда люди делятся опытом, ресурсами, либо кто-то кого-то содержит. Карта благотворительности. Ну, еще это, знаете, дележка имущества, чтобы имущество начнете делить. Либо скажите, вот ты уходишь, пожалуйста, мне нужно вот это, вот это, вот это. Оставь мне вот это, вот это, вот это. И можешь уйти вот к двум, к трем. Не знаю, и к шуту можешь уйти, и к королеве мечей, и к королеве жезлов, и к папе. Я шучу, конечно. Да, это конкретно карта, ну, это не дележка имущества, это как карта взаимовыгодного партнерства, а также карта, когда люди делятся ресурсами поровну. Не ожидала такого расклада, все честно. Хорошо, какие же наши возможности вот в этих отношениях? Вообще, какие есть возможности? Девочки, никаких возможностей, я не знаю, это общий расклад. Возможностей нет. Карта депрессии. Будете тянуть, будете так и мучиться с этим человеком. Как гулял, так он и будет гулять. Как плакали, так и будете плакать. Никуда они не ведут, одни иллюзии, надежды, пустые обещанки цацанских, говорят тут. Так, и да, просто надежда, что будет счастье. Все время надеетесь, 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 ждете чего-то. А все иллюзия на самом деле, счастья нет, разбитое сердце. Ну что, давайте посмотрим, куда дальше пойдете. Куда же пойдем дальше? Восьмерка жезлов. Севятка жезлов. Ну что, расстанетесь. Скорее всего, по второму раскладу. Ну, знаете, как сами примите решение. Ну, это как вариант, я не предсказываю будущее, я просто показываю, как карты ложатся, так и происходит. Очень быстро. Карта скорости. Восьмерка жезлов. Девятка, это когда, знаете, такая оборонительная позиция. Будете обороняться от этого разбитого сердца. Вот, куда мы идем дальше. Вот так вот можете, ну, решитесь простаться, не решитесь. Ну, не вижу я пока официального развода. Будете пока страдать, сами себя как бы упрекать в том, что я во всем виновата. Оборонительные позиции. Защищаться будете от мужчины. Ну, очень скоро это будет, как-то, знаете, неожиданно. И карта разбитого сердца и уход в себя. Еще карта любовного треугольника. Предательство. Опять идете в себя, будете сожалеть. Такой. И по судьбе. Ну, знаете, белая полоса, черная полоса. Скоро закончится, на самом деле. Пога по полису фортуны. Хорошо. Какие у нас еще есть варианты? Еще у нас варианты есть. Оставить свои интересы и идти в новые отношения. И очень быстро. Определяться, чего вы хотите, и вперед. И выйдете с этой ситуацией победителем. Одни жезлы. Посмотрите, какие карты. Это не кубки, а то одни. Карта хорошо, как колоды перетусованы. Простите. Защищайте свои интересы. Все, знаете, новый шанс, новая возможность начать. Главное, поймите, куда вы хотите идти, куда вы стремитесь. И выходите из всей ситуации победителем. Карта победителя. Шестерками. Вот такой вот есть вариант. Не надо уходить в страдания. Не надо уходить сюда вот в разбитые сердца. И ждать, пока начнется белая полоса. Действуйте. Берите все свои руки и действуйте. Такой вот у нас пятачок сегодня. Так, это у нас была вторая позиция. Итак, третий вариант. Куда идем с пятачком? Большой, большой секрет. Так, куда мы идем в отношении? Колода второго. Золотая колода иллюминатус. Ну что, текущая. Какая же у нас на сегодняшний день текущая ситуация в отношении романтика? Ну что. Сердце разбито. Мужчина оказался женат. Ну вот конкретно черным по белому. Третий вариант, девочки. Мужчина у нас с женой. Были какие-то встречи. Ну, есть такие постоянные встречи, стабильные отношения. Принц кубков. Приятное времяпровождение. В итоге, что сердце разбито. Оказался женат. Текущая ситуация. Давайте посмотрим, какие проблемы. Может, это не самая главная проблема в нашей ситуации. Ну, там высшая, либо ваша соперница. Да, она там всем решает. Знаете, в чем у нас еще может быть проблема? Либо, если вы являетесь дамой воздушного знака зодиака, либо такой женщиной с холодной головой, да, которая решает, принимает. Мало того, что решает, она еще и действует. Причем по уму, да. Вы вышли из этих отношений, причем с разочарованием вы ушли. Знаете, как начало новой жизни. Ушли в новую жизнь. Причем приняли такое волевое решение. Ой, знаете, подсознание на обратной стороне. Видите, сами вините себя. Пятерка кубков. Такое разочарование. В отношениях уже ничего не хочется. Причем понимаете, что... Ну, это себя вините. Себя вините в том, что произошло. Вы ушли из отношений. И теперь такое ощущение. Думаете, правильно вы сделали, неправильно ли вы сделали. Таким волевым решением по... Знаете, по уму. Не то, что по чувствам. Все чувства в себе закрыли. Приняли волевое решение и ушли. Как сильная женщина, да. Теперь думаете, правильно ли вы сделали или нет. Хорошо. Что вы не замечаете в этих отношениях или не замечали? О чем забыли? Да, не замечали, либо не замечаете, что король обманывает вас постоянно, да. И доставляет вам недовольство. Видите, постоянно находились в депрессии. Ну, либо сейчас даже находитесь в депрессии. Кое-то ощущение, что закрывали глаза на все эти обманы. Король такой активный. Да, еще карта активности. Свидания были регулярного характера. Причем стабильные такие. И знаете, с одной стороны наслаждались, с другой стороны постоянно страдали. Знаете, обман, уловки. Человек добивается своего, используя любые цели. Да, именно добивается того, чего он хочет, а вы страдаете. Вот то, чего вы не замечали, наверное, какое-то время. Ну, либо сейчас не хотите вообще думать об этом, не замечать. Потому что решение уже, я вижу, что решение приняли. Может, еще какие-то решения, ну, приняли решение о том, чтобы уйти, начать новое. Либо еще думаете. Так, что же нужно вам друг другу сказать? Знаете, не надо делать поспешных решений. Если вы еще не ушли из этих отношений, девочки, делайте паузу. Я вижу, что приняли решение, знаете, как-то с холодной головой. Как женщина мудрая, сильная. Решили уйти из этих отношений. Если еще не ушли, возьмите паузу. Просто не общайтесь. По двоечке нужно хорошо все взвесить. Нужно найти какой-то баланс. Нужно как-то, знаете, прийти в себя. Потому что сейчас вы очень расстроены. Вы сейчас не можете адекватно принимать какие-то решения. По магу. Маг – это человек, который использует все силы природы, все средства. У него есть все. И жезлы, и кубки, и мечи, и пентакли. Человек, который… Я его называю человек два в одном. И стратег, и тактик. Он и знает, куда мы идем, и он знает, как идти. Поэтому давайте возьмите паузу, вяжете, отдохните. Ну, знаете, займитесь собой. Съездите на воздух, съездите. Конкретно прям карта говорит, займитесь собой, отдохните. Ухода. Ухода за собой. Наслаждение. Не знаю. Сауна, баня, спа-салон. Отдых. Море. Не знаю. Четыре дня там. Десять дней отпуска. Придите в себя. Вы по магу. И вот по этой карте сила. Действительно, можете многое. Все, чего вы захотите. Как решите, так и будет. Чего же хочет маг? Маг хочет стать женой. Да. Начало семьи, начало новых отношений. Сделайте паузу. Маг знает, чего он хочет. Ну, я вижу, что вы хотите быть женой. Да. Какие же возможности? Какие же вы эти вообще… А есть ли возможность вообще, потенциал в этих отношениях? Мужчина холодный, неэмоциональный, безумная. Любовь любит вас тоже. Начните новые отношения. Да. Ну, такой вариант. Либо вы с этим мужчиной начинаете новые отношения, как с нуля. Потому что любите друг друга. Ставьте цель. Определяйтесь, куда вы идете. И идите в новое. Либо, знаете, закрывайте глаза на все это, что есть жена, что любите человека. Но вообще, знаете, вот какой потенциал возможности? Либо появляется у вас другой мужчина. Мужчина в форме, мужчина холодный, неэмоциональный. Потому что ваш мужчина, по которому вы страдаете, попадает королем жезлов. Так что либо ваш мужчина как-то меняется, становится другим. И у вас начинается все заново. Любовь есть. Либо у вас, вот пока вы будете там отдыхать, принимать решение, разрабатывать план, как стать женой и начать новую семейную жизнь, у вас появляется другой человек. То есть при двух распадах вы как бы в дамках. Главное принять решение и понять, куда вы идете. Потому что троечка жезлов, человек уже знает, куда идти. Начало нового пути. Начало новых отношений. Либо, ну, еще раз не буду повторяться. И куда же это все приведет? Давайте посмотрим, вот с этим, вот в таком варианте куда приведет, и в таком варианте куда приведет. Давайте посмотрим, вот с этим депрессником, куда мы идем. Работая над собой. Так, ну что, здесь мы, к чему это все приведет? Ну, просто научитесь себя любить. Поймете, что для вас важно. Все-таки материальный достаток, какая-то материальная стабильность, работа. Либо чувство, да, что вам больше доставляет удовольствие. Это вот конкретно женщина, которая знает, что чувство чувствами, а кушать хочется всегда. Это женщина, которая в первую очередь ценит себя и умеет наслаждаться жизнью, чувствами и мужчинами. Вот. И да, будете как-то продолжать вкладываться в эти отношения, работать над ними. Ну, будет постоянно какое-то разочарование. Если вот в таком варианте останетесь, будете продолжать. Если вот с этим мужчиной, не знаю, может чудо произойдет, ваши жезлы превратятся в мечи. Либо новая любовь. Куда мы пойдем в будущее вот в таком варианте? Не будете прям знать, что делать. Ой, жесткая трансформация. Короче, ваша вся стабильность разрушится полностью. И потом, девочки, боже мой, солнце. Ну, чем вот так вот 10 лет жить и мучиться вкладываться? Лучше 5 месяцев потрансформироваться, разрушить всю стабильность. Возможно, будет какая-то... Ну, вы войдете в какую-то такую длительную паузу, когда не будете знать, что делать. А потом солнышко. Счастье. Наслаждение. Жизнь полная чаша. Еще карта говорит о рождении детей. Вот так вот с этим мужчиной, коронем мечей могут быть дети. Такой вот у нас третий вариант. Ну что, четвертый. Четвертый вариант. Колода. Золотая колода Ренессанс. Куда идем мы в отношениях? Текущая ситуация. Давайте посмотрим, что у нас происходит на данный момент. Сигнификатор. Ну ладно, выпала карта, значит, мы ее посмотрим. Так, ну что, карта силы. Вы выпали здесь женщиной такой сильной, властной. Причем вы женщина, которая ценит материальный достаток, стабильность. Женщина, для которой важна... Ну, я всегда говорю, женщина, которая знает, почем фунт пороха, любовного пороха. Да, она выбирает стабильность. То есть, вот, выпал ваш мужчина, причем мужчина, такое ощущение, что он муж, либо постоянный мужчина, либо стабильные отношения. Такое ощущение, что проблема у вас именно с финансами, да. Почему же проблема-то, я не понимаю. Как бы, либо вы хотели, чтобы мужчина вас спонсировал больше, а мужчина в итоге, знаете, такой на расстоянии. Как-то приехал, уехал, деньги привез, уехал. Но вы хотели по-другому. Вы женщина ухоженная, интересная, стабильная, материальная. А он, вроде, вот так вот, знаете, как-то пообещает, а не даст. Вот, вроде... Либо вот мужчина хотел вас добиться, а не получилось. То есть, потому что конкретно называется карта... Это карта победителя, да. А это карта проигранной битвы. То есть, хотел быть победителем, а в итоге битва проиграна. Какая-то такая непонятная вот ситуация, причем связанная с деньгами. Вы, женщина, которую цените на самом деле, у вас, допустим, внимание мужчины проявляется в материальной заботе о вас. То есть, если это ваш мужчина, он должен о вас заботиться, он должен вас спонсировать, он должен вам давать деньги. А он как-то вот совсем не победитель в этом плане. Вот совсем как-то он не справляется со своими обязанностями. А вы, женщина, эффектная, вам надо. Хорошо, реальная проблема какая происходит. Любовь. Любовь-то не проблема. Какая-то проблема кубков. Вы знаете, такое ощущение, что когда нет материальной какой-то поддержки, то не хочется никакой любви на самом деле. Потому что, когда вы, женщина, такая стабильная, вот, знаете, не хочется даже быть вот этой ласковой, нежной кошечкой такой, когда любовь есть, вы любите друг друга, да. Проблема в том, что уже ничего не хочется. Потому что, когда становятся на первое место вот эти вот материальные проблемы, когда мужчина вроде взял на себя ответственность, да, он был готов тянуть, а у него что-то не получилось, битва проиграна. И что-то он обещал, либо, знаете, поехал куда-то и не привез, не получилось. Либо работа у него связана с расстоянием, либо вот что-то связано с транспортом. Ну, это, ну, не получилось на то, на что он рассчитывал. Вы вот в этом проблема. И действительно не хотите никаких отношений, никакой любви, отношения по судьбе. Ну, ещё можно сказать, что, как-то, знаете, вы не можете на это повлиять. Вот по четвёрочке, знаете, уход в себя, закрываетесь, не хотите. Ну, реально, вот, когда есть, существуют материальные проблемы, не хочется ничего. Да, ушли в себя, в отшельника. Может, мужчина ушёл, может, вы ушёл. Скорее всего, вы. Не хотите ничего. Вот, дорогой, давай, сначала деньги, деньги. Вечером деньги, утром стулья. Утром деньги, значит, вечером стулья. Ну, на самом деле, любовь есть и у вас, и у него. Ну, просто вот не хочется ничего. Так, вот такая проблема. О чём же мы забыли в своих отношениях? Материальной стабильности. Потому что семья всё-таки держится на материальной стабильности. Какие-то ссоры, выяснения, не хватает денег, девочки. От мужа, причём, не хватает денег. Либо ещё, знаете, вот по этой карте проходят элементы. Либо какие-то обязательства. Либо просто мужчина что-то пообещал, да, вот он вырос... Или вы рассчитывали на то, что будет вот так вот, а не получается. Сейчас вот не до чувств, не до эмоций, ушли в отшельника, ничего не хотите. Знаете, как здесь, может, причём я сказала элементы? Такое ощущение, что ещё есть какие-то тайные отношения, куда уходят деньги. Либо какая-то тайная семья стабильно, куда уходят деньги. Что-то любовница вашего императора. Либо, вот два варианта. Либо есть любовница, да, либо какая-то тайная семья, либо... Ну здесь как-то с картой семьи больше, знаете, связано с какими-то тайными деньгами, да. Потому что есть стабильные деньги, забыли о чём? О стабильных деньгах для какой-то семьи, за которой происходит... Либо есть любовница. Странный у меня расклад получается. О чём забыли ещё? Да, тайные отношения из прошлого. Либо дети какие-то, которые, знаете, такое ощущение, что вы об этом не знали. И вы об этом недавно узнали. Либо сейчас вот, ну, как-то так всё разворачивается. Знаете, запутанная четвёртая позиция очень сильно. Действительно, вы ничего уже не хотите. Нет и любви, и несчастья. Денег самой не хватает. Есть ещё непонятные какие-то дети из прошлого. Отношения из прошлого, тайные. Либо бывшая семья, в которой он был официальным мужем. Так. Что же вам нужно друг другу сказать? Выяснить недоотношения, взять паузу. Причём, знаете... Ну, действительно, вы должны высказать мужчине, что вы действительно очень... Вас это вводит в состояние депрессии. Вас это очень сильно расстраивает. Причём, как-то так тщательно, досконально обсудить с ним каждый нюанс. Вот все эти обманы, ложь. Взять паузу, выждать. Может, если ему нужно время, дать время. Может, если вот вы ушли по отшельнику, отстранились по колесу, да, тоже можете как-то на какое-то время, там, полоса белая, полоса чёрная, уйти до прояснения ситуации. Пусть как-то всё это прояснится, потому что мне, если честно, тяжело читать вот ситуацию. Тут прям такое ощущение, что три параллельные отдельные... А то здесь один отдельный расклад, здесь другой расклад, здесь совершенно третий расклад. Мне как-то всё не вяжется. И высказать действительно, что вам очень тяжело, что находиться вот в этом обмане, проговорить каждый момент и объяснить человеку, что вам это всё разбивает сердце. Хорошо, если вот в этих отношениях какая у вас вообще есть перспектива, какие есть возможности? Так, какие же есть возможности? Нужно на какое-то время, знаете, успокоиться по умеренности. Успокоиться, может быть, отойти в сторону. Вот, знаете, не брать в голову, как говорится, по шуту. Вот просто самой успокоиться. Что-то ещё, говорит, в начале новых. Но тут начнутся новые встречи, опять заново. Но по шуту надо как-то отойти в сторону и закрыть на всё глаза и не воспринимать ситуацию серьёзно. Знаете, просто сесть в кресло, в зрительский зал и наблюдать со стороны действительно, как всё это разворачивается. Потому что мне самой прям интересно, что здесь разворачивается. Здесь отдельная история, и здесь отдельная история. Будут свидания, опять всё это начнётся. Да, у вас сейчас что-то ограничивает. Что ограничивает ваши отношения? Ограничивает то, что нужно принести что-то в жертву. Либо какие-то отношения, либо какую-то семью. Но всё, видите, началось изначально на том, что вам не хватает материальных ресурсов на то, чтобы тянуть вот эти отношения. Вроде бы как бы он ваш и муж, либо постоянный мужчина, но у вас какие-то нестыковки. Такое ощущение, что даже вы по деньгам вкладываетесь больше вот в эти отношения. Мужчина не тянет. Любовь есть, чувства есть. Видите, у него как-то есть расходы. Уходят на другую семью из прошлого. Там конкретно из прошлого идёт. Либо какая-то, знаете, тайная прошлая связь, которая сейчас раскрылась. И вот, на тебе, давай содержи теперь её. Отнеситесь ко всему спокойно, знаете, по-философски. Как происходит, так происходит. Знаете, в жизни ещё не такое случается. Просто вот смотрите на всё как... Вот сядьте в зрительный зал и наблюдайте за тем, что будет происходить. Потому что вы на самом деле ничего сделать не можете. Вы ограничены. Мужчина там... От кого решение? Мужчина должен действовать. Подвешенная ситуация сейчас такая, зависшая. Причём судьбоносная. По отшельнику. Вот пока она не разрулится, ничего не сделает. Поэтому... Двойка. Надо найти какой-то баланс. Мужчина должен найти баланс. Мужчина должен принести какие-то отношения к жертву. Как-то решиться, определиться, при чём действовать должен. Будет ли он действовать? Да, будет действовать, будет сражаться. Очень важно для него вы. Важный очень человек, который смотрит этот расклад. Будет он сражаться за ваши отношения. Скорее всего, примет он решение, что мы приносим в жертву. Важный очень для него будет сражаться. Так. Давайте посмотрим, куда же мы можем пойти дальше. Семейная карта, девочки. Поздравляю. Семейная карта, король кубков и девятка кубков. Ну, мужчина-эгоист. Ну, король кубков. Если вот всё это выждете, подождёте, успокоитесь, да, то, возможно, сложится у вас по десяточке пентаклей, причём с нормальным семейным бюджетом, с нормальным общим владением и быта, да. И мужчина, ну, как... Тут характеристика мужчины выпала. Мужчина, знающий себе цену, мужчина, умеющий наслаждаться, такой, знаете, герой-любовник, семья. Примет решение по небесному стуну. Такое ощущение, что там уже всё за вас решили. Просто нужно окончательно понять, куда мы идём. Куда мы идём? Будущее по звезде. Решение может быть затянуто, но по звезде. Но будет принято о том, что у вас может сложиться отличная семья. От мужчины зависит. Будут затягивать с принятием решения, но когда выпадает карта Божьего суда, он никуда не денется, всё равно он его принят. По звезде будут оттягивать, отдаляться, прятаться, всё равно решиться. Ну, как спросили вы, была карта семьи. У вас здесь все возможности, за то, чтобы построить нормальные, серьёзные отношения. Единственное, его переждать. Садитесь, ещё раз повторюсь, в зрительный зал и наблюдайте вообще за всем происходящим. Можете ему, конечно, объяснить, что вы страдаете, да? Депрессия страшная. Но видите, финал хороший. Такой вот у нас получился очень сложный, запутанный четвёртый вариант. Рада была быть с вами. Всего доброго и до новых встреч.